Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила опять вернуться к той тематике, которую вы многие очень сильно любите. Я вижу, что многие из вас сохраняют мои посты по поводу материнства, беременности, а также детей, касающиеся здесь, на территории Польши. Поэтому я решила для вас создать такой маленький, краткий, можно так сказать, список того, что нужно сделать беременной женщине, которая находится здесь, на территории Польши, чтобы ничего не забыть. Потому что еще 3 года назад я тоже была беременна своей дочерью и помню, что память – это очень тяжелая вещь, когда ты беременна. Поэтому, кому интересна эта тематика, то продолжайте смотреть дальше. Моим видео уже о беременности, как я вам сказала, 3 года, но мне до сих пор приятно, когда вы меня советуете где-то на Фейсбуке либо же в Инстаграме и собираете сумку родовую в больницу по моим видео. Это безумно-безумно приятно, и понимаю, что тот вклад в развитие видео, которое ты вложила, когда сидела с животом, с тяжелой одышкой, все-таки они кому-то пригодились, и некоторые, даже рожавшие уже второй, третий, четвертый раз, все равно собирают сумку по моим видео, и это очень приятно. Спасибо вам большое. Поэтому в связи с этим я решила создать для вас такой чек-лист, для того, чтобы вы помнили, что вы должны обязательно сделать на территории Польши, когда вы беременны. Первое, самое главное, перед тем, как поехать в роддом, понятное дело, что это никогда не будет известно, когда это произойдет, вы для себя должны где-то записать и в сумке носить, если вы где-то будете в городе, и потом срочно поедете в больницу рожать, либо же будете дома, либо же положить это в родовую сумку, записку с адресом, либо записать это в телефон, с адресом вашей пешеходния, либо шпиталя. Это очень важно и одно из важных таких правил для беременных мам, так как после того, когда вы родите ребенка, все документы, когда вас выпишут, отправляются в вашу пешеходню, либо же в ваш шпиталь по адресу, в котором вы проживаете. Поэтому, когда вы родили, вернулись домой, медсестра, либо же вы будете сами ходить в пешеходню, либо же в шпиталь, там будут уже все ваши документы, как прошли роды, каким весом родился ребенок, какие были заболевания, каких не было заболеваний, каких были отклонения, каких не было отклонений. То есть, всю-всю-всю информацию шпиталь уже будет это иметь, то есть, вам не нужно никуда это возить, вы просто приходите в свой шпиталь по месту проживания, и они уже имеют все документы, касающие ваших родов, а также вашего ребенка. Следующее, в течение шести недель после родов, когда вас выписывают, либо же находитесь под контролем медсестры, это положено, у себя дома, либо же ходите в шпиталь в пешеходню. В моем случае было, я вам когда-то рассказывала тоже в видео, либо же в постах, уже не помню, что я ходила в пешеходню сама, потому что она у меня была через дорогу, это раз. Во-вторых, мне нужно было снять швы. Я рожала натуральным способом, но меня немножко надрезали, поэтому были швы. Сейчас парни лучше не слушайте это, это очень интимно у женщин. И, знаете, я просто не представляла, что я буду дома находиться, мне будут снимать швы здесь, в моих стенах. Кому-то говорят, что стены лечат, но у меня нет. Я из тех категорий людей, которые бы, наверное, не снимала швы дома, а я все-таки пошла в больницу, и мне снимали там. Потому что, знаете, швы могут вам снять вроде-то как бы и нормально, но может быть пойти что-то не так. Конечно, я никого не пугаю, но это жизнь такая. Поэтому лучше находиться в шпитале пшеходни, чтобы уже были все подручные средства рядом. Мы ходили в шпиталь, поэтому ребенка проверяла один раз в неделю положенное. Она измеряла вес, рост, смотрела какие-то заболевания. То есть, вас сразу к педиатру не отправляют. После шести недель вас выписывают как бы из центра по присмотру мамы и ребенка к педиатру. И вы потом имеете право выбрать педиатра по месту проживания. Помните, что в год можно менять только один раз педиатра. Ну, вот такой вот закон в Польше, поэтому больше одного раза поменять педиатра нельзя. Как мы выбирали педиатра? Просто в этой же пшеходни я подошла, зарегистрировала ее в педиатрическом центре и спросила, какой педиатр самый первый, какой для нас свободный. И все. То есть, я никаких не читала отзывов, ничего не делала. И, в принципе, знаете, нормально все обошлось. Вот, фу, педиатр очень хороший попался. То есть, она нам рекомендовала, что нам нужно делать, что не нужно. Это не такой из педиатров, который там навязывал свое мнение по поводу каких делать прививок, каких не делать прививок. Она просто нормальным материнским словом объясняла, что нужно сделать, а что нельзя сделать. И почему лучше, например, взять сегодня платную прививку, нежели бесплатную. Что касается прививок, я знаю, что многие из вас также просят, чтобы я вам еще больше рассказала о прививках, но это очень все лично, потому что я за прививки, некоторые против прививок, и это каждый имеет свое на это мнение, и каждый имеет право выбирать по поводу ребенка, делать эти прививки, либо же не делать. Поэтому здесь на эту тематику я, наверное, скорее всего, не скоро решусь снять, потому что в итоге, как всегда, скандальное видео, скандальные посты, ну, смысл раздувать из порожнего. Далее, после того, как вы ходите в пшеходню, конечно же, вы должны зарегистрировать ребенка, то есть вы должны сделать акт уродзайна для ребенка, вы должны сделать пашпорт ребенку, и вы, конечно же, должны подать на карту временного побыта, если же вы сами там находитесь либо в ожидании, либо уже получили эти карты. Ну, то есть, если вы хотите быть здесь, на территории Польши, дальше с ребенком, то, конечно же, вы должны легализировать своего ребенка. Для меня удивляет, когда мамы пишут мне, что мы полгода не делали ни паспорта, ни карты, только потом подаемся. Ну, как это? Как это? Вы должны легализировать своего ребенка, потому что он уже такой же иностранец, как и вы. Что по поводу гражданства? Помните, что гражданство дается всегда по отцу. То есть, если у вас один из родителей поляк, кто-то там, украинец, россиян, белорус, то тогда будет у ребенка польское гражданство. Если же у вас двое украинцев, двое белорусов, двое россиян, тогда же будет у вас гражданство украинское, русское, либо белорусское. То есть, никакого польского гражданства здесь нет и речи, и не может быть. Тоже помните, что роды не дают вам ни гражданства, и ни вам, и ни вашему ребенку. Если же, конечно, нету каких-то корней польских. Возвращаясь к теме пшеходни, еще как раз, по сути, дети в Польше, они зарегистрированы и они застрахованы до 6 месяцев. То есть, по сути, визиты к медсестре, они должны быть бесплатными. Но чаще всего, я помню, что многие мне тогда писали, почти 80% девочек платили за визиты медсестер, это около 20-30 злотых пришлось платить, так как ребенка вы можете зарегистрировать и застраховать только после того, когда у него будет паспорт. А паспорт вы получаете только через 1,5-2 месяца, после момента рождения. То есть, вы сначала должны родить ребенка, сделать ему свидетельство о рождении, потом подать на паспорт и после этого подать на карту. Вот здесь двояко, но не знаю, как мне в этом плане повезло, видимо, может быть, либо медсестра хорошая попалась. Я ей просто сказала, что как это, ведь же есть закон, что дети все застрахованы здесь, мы работаем, есть ПСФ. И после этого у нас их были бесплатные, она попросила после того, как мы получим паспорт, либо же страховку, либо сделаем ребенку ПСФ, чтобы просто принести документы эти и все. И мы так и сделали, после того, когда ребенок получил свидетельство о рождении, получил паспорт, мы оформили сразу же ПСФ, и после этого мы отнесли все документы в шпиталь, и к нам никаких претензий, никаких вопросов больше не было, поэтому мы за эти визиты медсестры ничего не платили. И маловажным фактом также помните, что в течение 21 дня с момента рождения вашего ребенка вы должны ему сделать свидетельство о рождении. Потому что по закону, если вы не являетесь в ужин стану цивильного, то есть это в ЗАГС, польский ЗАГС, не являетесь для регистрации ребенка, то польское управление имеет право дать вашему ребенку любое польское имя, также фамилию, и после этого, если честно, будет очень тяжело поменять, либо же у ребенка просто будет двойное имя и фамилия. Поэтому постарайтесь в течение 21 дня, один из родителей может подать документы и оформить свидетельство о рождении ребенка. Я вам когда-то 3 года назад рассказывала, какие нужны документы. Если моя память не изменяет, то сейчас ничего не поменялось, все то же самое, поэтому оставлю вам видео где-то здесь, либо вверху, либо же в инфобоксе, и вы сможете посмотреть еще раз это видео и собрать документы, касающие свидетельство о рождении для ребенка. После того, как вы сделаете свидетельство о рождении, вы подаете документы в консульство для оформления паспорта для ребенка. Здесь тоже много разных вопросов, что консульство некоторых не принимает родителей, если, например, нет виз, нет карт побыта. Для консульства здесь в Гданске, я не буду говорить за все консульства, то здесь принимают документы, самое главное, чтобы родители были легально на территории Польши, то есть имели визу, либо же карту временного побыта, и вы можете тогда оформить ребенку паспорт. Если же нет никаких документов для легализации, тогда вы делаете ребенку временный паспорт и выезжаете в свою страну, после этого оформляете ему нормальный паспорт и въезжаете обратно в Польшу. Если же у вас нет никаких документов для того, чтобы въехать, то есть нет ни биометрических дней, ни виз, тогда вам нужно будет делать заново визу, это может быть даже виза будет туристическая, если вы подали на карту временного побыта, есть печать в паспорте, то вы без проблем можете сделать туристическую визу, ребенку сделать национальную визу и въехать просто на территорию Польши обратно. Об этом я вам много-много раз рассказывала, тоже как это делается, как это происходит, поэтому не буду тоже углубляться. Что касается документов на паспорт и на карту временного побыта, тоже есть отдельное видео, поэтому отправляю вас туда, чтобы не дублировать ту информацию, которую я вам рассказывала раньше. Самое главное, не оттягивайте этот момент, но и помните тот факт, что ребенок, который родился здесь на территории Польши, он получает автоматически, понятное дело, биометрический паспорт, если мы говорим об украинцах, и у него автоматически начинаются считаться 90 дней 180, поэтому если вы решите все-таки выехать на Украину, например, то ребенку обязательно нужно будет сделать национальную визу Д для того, чтобы въехать обратно в Польшу. Как это сделать, либо же на каких основаниях, можете писать мне в комментариях, либо же личные сообщения, я вам это отвечу, как это происходит, не буду здесь тоже зацикливаться. Ну и, конечно же, наверное, после того, когда немножко вы вздохнули и получаете документы, либо же оформляете карту временного побыта, кстати, ребенка вы должны тоже зарегистрировать, как и взрослого человека, получить отдельный номерок, а также отдельную дату и время, собрать тоже полностью весь пакет документов, и здесь самое главное и самое тяжелое, наверное, остается это сфотографировать ребенка, потому что для карты временного побыта тут тоже нужны будут фотографии. У меня есть отдельное видео для того, как подать на карту временного побыта для ребенка, какие документы нужны, тоже вас отправляю туда в это видео. Ну и после того, когда вы уже все-все-все оформили и начали подавать, получать уже и получаете свои карты, либо же они у вас есть, вы, конечно же, можете оформить пособия, которые находятся здесь на территории Польши. Помните, что на некоторые пособия вы должны подать до трех месяцев после рождения ребенка, а на некоторые пособия вы должны подать в течение полугода, либо же года после рождения ребенка. О пособиях у меня тоже есть видео, как их получить для ребенка, но там, правда, не все. Если же вы хотите, чтобы я вам еще раз рассказала о пособиях на территории здесь Польши, а также об этих 500+, новых, которых вышел в закон, то напишите мне в комментариях, я тогда сделаю для вас отдельное видео о всех-всех-всех пособиях, которые существуют для детей здесь на территории Польши. Только единственное правило, помните, чтобы оформить любое из пособий, которые здесь находятся на территории Польши, вы должны иметь карту с доступом к рынку труда. Те люди, которые не имеют эту карту, к сожалению, не могут оформить данное пособие, которое есть на территории Польши. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, я не протаратурила для вас информацию. Надеюсь, просто еще раз закрепила то, что вы знаете, либо же хотели узнать. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. На с вами видимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!